Девушки отдыхают Смысл первого упражнения Мы играем по очереди Рука, нога, рука, нога Счет будет вестись до четырех Раз, два, три, четыре На счет раз и три Малый барабан, на два и четыре играет бочка Малый барабан будем играть ровно Все время с акцентами Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Я сейчас играл это упражнение с правой руки и с левой руки Все время у меня был счет в голове Раз и два Раз и два Или вы можете считать Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Главное расставляйте себе в голове метки На какой счет идет какой удар Дальше, впоследствии того, как вы будете играть это упражнение больше, больше Будете лучше его выучивать Вы уже будете отходить от счета в голове Он у вас будет как бы автоматически идти И все увереннее и увереннее будет получаться упражнение Итак, вы выучили это упражнение с правой руки Выучили с левой руки Попробуйте поиграть его через установку По той же самой схеме, которую мы разбирали в предыдущем уроке То есть по одному разу, к примеру, на каждом барабане Малый, первый том, второй том, флортом Давайте попробуем Чуть быстрее Как только вы начали хорошо ориентироваться за установкой в таких простых вариантах Пробуйте усложнять Играть один удар с правой, руки один с левой Два раза с правой, два раза с левой И меняйте барабаны в произвольном порядке Ваша задача, чтобы все время все звучало ровно Давайте я попробую показать, как это может выглядеть Од, два, три, четыре Пробуйте играть по-разному И потихонечку-потихонечку добавляйте темп В продолжении к этому упражнению Вы можете сделать следующее Перевернуть бочку и малый местами То есть на счет 1 и 3 играть бочку На счет 2 и 4 играть малый Получится такая комбинация Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре То есть если вы будете играть эти два упражнения друг за другом Условно 4 удара с правой руки 4 потом с правой ноги Получится следующее Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Пожалуйста, комбинируйте руки Разные варианты с ногами Не забывайте про всю установку Про то, что у вас есть Райт, есть крэш Вы купили сплэш дорогой Тоже в него играйте Тренируйтесь, пожалуйста Идея следующего упражнения Лежит в упражнении Которое мы смотрели на самом первом видеоуроке Руки играют следующим образом Правая, левая, правая, левая Считаем до четырех Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Правая, левая, правая, левая Правая, левая, правая, левая Единственное, что мы с вами смотрели это упражнение С акцентом на первый удар Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз Сейчас я предлагаю сыграть это упражнение Ровным звуком Все время с акцентами Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы разобрали основу. Теперь мы делаем следующим образом. Мы вместо первого удара правой рукой играем бочку. Получается бочка, левая, правая, левая. Бочка, левая, правая, левая. Обращаю ваше внимание, что очень важно сохранить аппликатуру. Что мы просто удар правой рукой заменяем на удар правой ногой. Итак, еще раз. Раз, два, три, четыре. Это упражнение номер один. Упражнение номер два выглядит следующим образом. Мы второй удар из этих четырех заменяем на ногу. Получается удар левой рукой мы пропускаем на счет два. Его заменили на ногу. Правая бочка, правая, левая. Правая бочка, правая, левая. Раз, два, три, четыре. Два, два, три, четыре. Как вы могли догадаться, упражнение номер три. Это когда мы третий удар в малый барабан, который приходится на правую руку, заменяем на ногу. Получится правая, левая, бочка, левая. Правая, левая, бочка, левая. Раз, два, три, четыре. Два, два, три, четыре. И упражнение номер четыре, это когда мы четвертый удар в руке в левой заменяем на бочку. Отлично. Мы выучили каждое упражнение по очереди, поиграли его под метроном, поиграли быстрее, медленнее, поняли, что все хорошо получается. Научились играть эти упражнения друг за другом. Четыре раза одно, четыре раза другое. Все под метроном в одном и том же темпе. Потом мы играем эти упражнения через установку. По часовой стрелке, против часовой стрелки. И дальше конкретно уже эти комбинации мы сможем использовать в брейках. Ну, допустим, давайте мы возьмем вариант упражнения, где мы играем правая бочка, правая-левая. То есть вариант номер два. Давайте перенесу это упражнение через установку, так же, как мы договаривались с вами, по часовой стрелке. Вот у нас в целом получился неплохой брейк, который можно вставить в рисунок. Давайте попробуем сыграть простой бит и шестнадцатыми нотами сыграть это заполнение. Обращаю ваше внимание, что я играю всего лишь одно упражнение. Правая бочка, правая, левая, правая. Просто я его сыграл через установку. Если вы придумаете еще какой-то более интересный вариант, это, соответственно, будет звучать иначе. Упражнение не меняется. Меняется только инструмент, по которому вы играете. Ребята, тренируйтесь, фантазируйте за инструментом. Пробуйте играть что-то, то, что для вас непривычно. Одним словом, развивайтесь. Встретимся на следующем занятии. Субтитры сделал DimaTorzok